Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 Саратов. Никаких ограничений. Представители Сбербанка России прокомментировали ажиотаж, связанный с выдачей наличных. В банкоматы Сбербанка выстроились очереди. Люди напуганы слухами о том, что в ближайшее время якобы заблокируют операции выдачи наличных с банковских карт. Эту информацию опроверг на пресс-конференции управляющей Саратовским отделением Сбербанка России Алексей Нарыкин. Он сообщил, падение рубля не повлияет на работу с международными платежными системами. Также Алексей Нарыкин прокомментировал ситуацию с повышением ключевой ставки Центробанка. Было принято решение об увеличении процентов по вкладам. По словам специалистов, в штатном режиме продолжатся работы по обслуживанию физических и юридических лиц по кредитованию. Выдача по ранее принятым решениям ведется как по корпоративным клиентам, юридическим лицам. Мы сегодня только выдали более 4 миллиардов кредитов только корпоративным клиентам. Около 4 миллиардов. Вот только сегодня. И завтра мы удовлетворим опять все заявки, которые к нам есть. По физическим лицам. Как работали, так и работаем. Кризис не вечен. Президент страны Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заверил россиян, что есть все необходимые ресурсы для преодоления напряженной экономической ситуации в стране. Владимир Путин перечислил механизмы исполнения роста экономики, пресечения спекуляций на валютном рынке, грамотное использование резервных фондов, создание выгодных условий для бизнеса, использование ручного режима в регулировании цен, адресная помощь нуждающимся. Владимир Путин особо отметил необходимость власти на местах нести ответственность за минимизацию неблагоприятных экономических тенденций. Главный финансовый документ Саратова на следующий год рассмотрели городские депутаты на очередном заседании Думы. Бюджет получается крайне напряженным. По доходам он на 4% ниже уровня этого года. Обсуждение документа послушала Елена Губенкова. Бюджет 2015-го главный вопрос на заседании городской Думы. «Напряженный и тяжелый», говорят о нем депутаты. Он на 4% ниже по доходам, чем финансовый документ прошлого года. Связано это со снижением сумм земельного налога и арендной платы за земельные участки. Но надо принимать, говорят депутаты. Выйдем мы новогодних, обнаружим, что бюджет и текущего года, и вот который мы сейчас наверстали, хороший, что при этом бюджете возможно платить заработную плату и убирать улицы города, ремонтировать более-менее как-то текущий ремонт и делать. В тяжелой экономической ситуации бюджет выполнит главные функции – сохранить социальную направленность и обеспечит выполнение всех обязательств перед горожанами. Весь бюджет, он из социальной направленности у нас в этом году, как и прошлый. В первую очередь это заработная плата, оплата терров и, соответственно, благоустройство, уборка улиц, вывоз мусора и закупка необходимой техники для уборки города. Также часть водоканала, города Трансовы помогли. Ну, в тех вот возможностях бюджетных соревнований, которые у нас сегодня есть. Не принять документ нельзя. Город в таком случае лишится возможности участвовать в федеральных программах и не сможет проводить необходимые закупки и работы. Поэтому депутаты голосуют за принятие бюджета. Кстати, городские власти смогли сэкономить на перекредитовании. Бюджет Саратова много лет дефицитный, и каждый год приходится брать новые кредиты, чтобы погасить предыдущие. Есть у нас основная проблема с учетом того, что банк центральный поднял стопку рефинансирования, и, соответственно, город Саратова постоянно перекредитовывается. Но администрация города успела договориться с банками, провезла конкурсы необходимые процедуры, и, соответственно, мы на первый квартал выходим на бюджетный кредит, перекредитовка так называемая, под 12% годовых. Еще один важный вопрос – передача полномочий в сфере здравоохранения. С 1 января следующего года они от города переходят области, поэтому будет ликвидирован Саратовский комитет здравоохранения. Это позволит сократить расходы почти на 4 миллиона рублей. Елена Губенкова, Евгений Шеевиченко, РЕН-ТВ, Саратов. Диван раздора. Вместо самого уютного места в квартире, ходя его почти за 45 тысяч рублей, приобрели головную боль и нервотрепку. Почему попытка вернуть деньги за неполученную мебель чуть не закончилась дракой? Смотрите очередной сюжет нашей рубрики «Контроль качества». Диван предполагался большим, чтобы уместилась вся компания, он угловой. Значит, одно плечо 3 метра, второе плечо 2 метра. Воплотить эту мечту Ольга Иванова пытается полгода. Все это время ее гости смотрят телевизор на полу. Ольга заказала диван еще в июне, обошла все мебельные салоны Саратова. Искала с самым прочным текстильным покрытием, чтобы выдержала когти и зубы домашних любимцев. И нашла в фирме «Галатея А». Заплатила 44 700 рублей. И ждала 50 дней, как сказано в договоре о покупке. Диван привезли с истертым подлокотником. Вернее, предложили его взять без подлокотника. Я отказалась. Это разочарование и острейшее сожаление, потому что в этот момент как раз и были гости из Москвы. И, соответственно, всем улеглись на пол. В августе Ольга написала претензию с просьбой или вернуть деньги, или заменить подлокотник, вернув 20% от стоимости дивана. По закону о защите прав потребителей, претензия должна была запустить механизм возврата. Через 10 дней она должна была получить назад свои деньги. Однако продавец нарушил данную статью закона, и денежные средства не возвратил потребителю до сих пор. Поэтому не возникло права требовать неустойку в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки. Со мной никто не связывался. Я, наверное, раз 10 звонила, просила мне предоставить телефон юриста. Мне говорили, такую ерунду. Юрист болеет. Не может с вами связаться. Понимаете, это какое-то вот разводилово, классическое разводилово. Не получив за 4 месяца ни денег, ни дивана, Ольга пожаловалась в прокуратуру. Оттуда пришел ответ, что у мебельщиков изъяли компьютеры для проверки. Согвардейской. Не успели мы представиться, как получили неласковый прием. Не имеете права. Не имеете права, я еще раз говорю. Убирайте камеру. Убирайте камеру. Здравствуйте, не надо? Несколько минут спустя дубль 2. Чуть остык представитель Галатея А вспомнил, что владеет и вербальным способом общения. Вам направили претензию. Ну если как, если они нету нигде. Нет, ну вас попросили вернуть денежные средства за данный диван. Ну почему не вернули? Ну как? Когда они нам компьютер вернут, тогда и мы... Ну подождите, претензию приняла продавец Загороднева. Я понял. Когда они нам компьютер вернут, тогда я не получу. Прокурор Ленинска в район города Саратова. Поступило заявление. То есть прокуратура действовала в рамках своих должностных обязанностей. Это задним числом написано. Задним числом. Скандальный диван стоит тут же, в разобранном виде. Мебельщики предлагают прикрутить новый подлокотник и забрать хоть сейчас. Но вернуть часть стоимости отказываются. Ольга окончательно решает обратиться в суд. Известно, что у компании Галатея А больше десятка точек в Саратове. И подобные проколы, по словам юристов, уже случались. Саратовец также заказал у Галатеи кухню. И когда увидел, в каком виде она пришла, ужаснулся. Это дело уже передано в суд. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Гуманитарная помощь Донбассу. Из Саратова в Ростов 18 декабря были отправлены 8 большегрузов с электротехническими деталями. Собранная за несколько дней помощь предназначается для восстановления линий электросетей на территории двух непризнанных республик Украины. Славам организаторов сборов, помощь будет доставлена до российской границы. А далее уже перенаправлено в проблемные районы. Будет направлено в Донской спасательный центр Росовскую область. И в дальнейшем его передадут уже в районы Юго-Востока Украины для выполнения ремонтных или восстановительных работ. В городе продолжается строительство музея трудовой славы. За ходом возведения объекта следит лично глава региона. Стройку уже назвали народной, ведь на то, чтобы воплотить проект в жизнь, в регионе даже был создан специальный благотворительный фонд под названием «Звезда». Сумма на счете которого сейчас составляет 36 миллионов рублей. Открытие музея планируют приурочить к 70-летию Победы. Народную стройку посетили депутаты областной думы. Все подробности в нашем материале. Музей боевой славы занимает порядка 480 метров. Музей трудовой состоит из двух блоков. Блок административный и блок выставочный. Генеральный подрядчик проводит экскурсию на строительной площадке музея трудовой славы. В качестве слушателей депутаты областной думы. Им рассказывают о том, что уже построено. Чиновники проделанной работой довольны. Сегодня депутаты решили посмотреть от строительства. Убедились, что степень готовности очень высокая. Самые основные работы, как сказал генеральный подрядчик, они закончатся в январе месяце. Самые основные работы. А дальше уже начнется отдел. Музей трудовой и боевой славы образует единый архитектурный ансамбль. Их планируется соединить друг с другом в крытой галерее с переходом. Председатель областной думы Валерий Капкаев надеется, что в новом музее люди смогут подчеркнуть много информации о труде наших земляков. Речь только идет о необходимости как можно быстрее завершить эти работы, чтобы к дню празднования Великой Победы, к 70-летию, у нас здесь все блестело, сверкало, и все экспонаты по полочкам были разложены. И люди, которые сюда придут, увидят для себя все, что они только хотят, и узнают все, что только можно о Саратовском крае, о городе Саратове, о предприятиях. Разговор о народной стройке продолжился в музее боевой славы. Здесь депутатам показали макеты будущего музея и рассказали о его наполнении. По мнению народных избранников, такой музей в городе просто необходим. Это великое дело, и самое главное, что оно останется для людей, которые смогут посещать этот объект, которые смогут наслаждаться или видеть те экспозиции, которые будут проходить в нем. И самое главное, что для меня, я думаю, очень важно, как и для других, для нашей молодежи, это наглядно понимать и видеть, в каком состоянии была Саратовская область в моменты довоенные, в моменты войны и после войны. Один из разделов музея будет посвящен истории промышленности региона и вкладу саратовских промышленных и сельскохозяйственных предприятий в победу в Великой Отечественной войне. Собраны уникальные экспонаты из завода технического стекла, с ЗАО «Сигнал», с троллейбусного завода имени Урицкого. Музей трудовой славы внегласно называют народной стройкой. Материальную помощь в возведении объекта посильно оказывают все жители города. Пожертвования отправляются на счет благотворительного фонда «Звезда». На сегодняшний день уже собрано 36 миллионов рублей. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. Капитальный ремонт ветеринарных учреждений продолжается. Вот и в Балаково ветлаборатория обрела новую жизнь. Здание отремонтировали и закупили новое диагностическое оборудование. Тему продолжит наш корреспондент. На этой неделе, вот немножко не успели, у нас придет прибор новый, будет генетическая диагностика организована, ДНК-диагностика. Это тоже впервые в области будет. Впервые в области не только уникальное оборудование, но и сама ветеринарная лаборатория такого уровня. В Балаковском ветучреждении провели масштабную реконструкцию. Здесь сделали полную перепланировку, разделив помещение на чистую и грязную зоны. Несколько отделов будут заниматься ветеринарными исследованиями. Современное оборудование позволит охватить сразу семь соседних районов. Основной задачей, которая фактически и была поставлена для этого переезда, сделать из Балаковской лаборатории межрайонной лаборатории для многих районов, которые граничат с Балаковским районом. Это и Духовницкий район, Пугачевский район, Ивантеевский, даже Перелюбский, Краснопартизанский. От исследовательской работы Балаковской лаборатории зависит многое. В первую очередь здесь занимаются болезнями, которые опасны для крупного рогатого скота. Делают исследование каждой головы крови животного на территории Балаковского района. То есть каждый животный, крупный рогатый скот, проходит исследование. Овцы поголовья, то есть это массовые работы. Также проводятся исследования на инфекционные заболевания, бактериологические, то есть это ювелирная работа. Особый отдел для борьбы с одной из самых опасных болезней. Здесь, в Балаковской лаборатории, будут искать способ победить бешенство. Угроза этой инфекции всегда остается высокой. Ситуация по бешенству всегда остается напряженной. Независимо от того, что регистрировались у нас случаи бешенства, подтверждающие случаи бешенства в Балаковском районе или в Саратовской области в целом. То есть наш регион, Саратовская область, понимаете, как территориально находится в таком месте, где вот дикие животные у нас. Успешная работа лаборатории – залог победы над опасными болезнями. Современное оборудование позволит значительно ускорить поиски вакцин. Для Саратовской области, которая зависит от огражденного сектора, это крайне важно. А потому переоснащение ветеринарных учреждений региона в следующем году будет продолжено. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов. В Саратове стартовал Всероссийский чемпионат по фехтованию. Турнир собрал более 900 спортсменов из 22 регионов страны. Состязаться участники будут в течение недели. Подробнее о первом дне соревнований в сюжете Екатерина Ковальчук. Правила этих соревнований довольно просты. Спортсмены борются до четырех ударов и уже после победитель этого поединка переходит в следующий этап. Далее бой ведется по олимпийской системе, так называемая игра на вылет. Проигравший фехтовальщик покидает соревнования, а победители встречаются в полуфинальных и финальных боях. По словам главного судей этого турнира, несмотря на маленький возраст спортсменов, правила соревнований для них не упрощались. Они сами никаких поблажек не примут, а во-вторых, у нас правила для всех единые, что за взрослых, что за юноши, и никаких поблажек для них нет. Единственное, что я вчера девчонок успокаивал, когда они очень много плакали. Они так здорово переживали свои поражения, что я их приходилось утешать. Вот это поблажка была, что главный судья утешает участников. Свою историю этот чемпионат по фехтованию начал еще в далеком 72-м году. Тогда этот турнир имел лишь статус внутришкольных соревнований, и лишь в 2003-м он стал всероссийским. За 11-летнюю историю география участников значительно увеличилась. Сейчас на турнире заявлено более 900 спортсменов из 22 регионов страны. По словам организаторов этого соревнования, место проведения чемпионата было выбрано не случайно. Саратовская область славится своими традициями в фехтовании. У нас это и наши олимпийские чемпионы Юрий Федорович Сисекин, и Юрий Дмитрий Шаров, и Валентин Александрович Пруцков. Это Игорь Турчин, который в прошлом году стал чемпионом мира и чемпионом России, и готовится для участия к олимпийским играм. У нас существует школа олимпийского резерва по фехтованию, в которой занимается практически 700 детей. И поэтому есть такие славные традиции, поэтому мы проводим этот турнир. Всероссийский турнир по фехтованию в Саратове пройдет с 18 по 25 декабря. В программе чемпионата несколько этапов. Вначале за право первенства будут бороться спортсмены-саблисты, а уже после в бой вступят фехтовальщики на рапирах. Екатерина Квальчук, Алексей Пенин, РНТВ, Саратов. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч. ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ Здесь вас ждет огромный выбор керамической плитки и мозаики. От эконом-варианта до эксклюзивных моделей из натурального камня. Мозаика отличается разнообразием форм и всевозможных узоров. Дизайнеры помещений обожают ее за яркие и необычные цвета и возможность легко играть со стилем и создавать шедевры. Теперь вы сможете без труда освежить интерьер ванной комнаты или кухни. Знакомы ли вы с клинкерной плиткой? Она изготавливается из забожженной глины и является альтернативным облицовочным материалом, стоимость которого намного ниже отделки из природного и искусственного камня. Также в Волжском береге представлена антискользящая плитка. Бережливые хозяева особенно порадуются наличию акционного товара. Скидки на некоторые коллекции плитки достигают 50%. Самое главное, в Волжском береге громадный выбор плитки в наличии, а под заказ ее привезут в срок от 1 до 3 дней. Срочно требует обновление ванна? Тогда выбирайте, стальная, чугунная или акриловая. Одной из новинок является ванна с фронтальной панелью, за которой скрываются модульные секции шкафчики с откидывающимися дверцами. А может вам ближе душевая кабина? Более 20 вариаций ждет вас в Волжском береге. Привлекает взгляд и буквально просится в интерьер вашей ванной мебель из массива Ападеи, производства России. Она изготовлена из влагостойких материалов, а использование специальных технологий обработки обеспечивает срок эксплуатации более 10 лет. Ну а чтобы ваша ванная стала похожа на картинку из журнала, приобретите для нее аксессуары из настоящего хрусталя, мыльницы, держатели щеток и многое другое. Счастливые обладатели бани и сауны найдут в Волжском береге достойный выбор дверей. Советуем приобрести в торговом комплексе двери из массива с индивидуальным рисунком, и тогда рейщик изготовит для вас любой шедевр на заказ. Особенно порадует вас цена, пожалуй, самая низкая в городе. В Волжском береге мы советуем приобретать уникальные изделия из гималайской соли, удивительные светильники и подсвечники, которые не только красивы, но и полезны. В Саратове открылся новый автосалон «Лада» на Соколовой горе. Всем покупателям скидки и подарки. Телефон 43-00-44. А как ты встретишь Новый год? Звони 988-899. Парк-отель «Вишневая гора». Теперь вам не нужно долго ждать очищенную воду. Клипер Бар. Проточный кулер нового поколения в вашем доме. Сколько бы валюты не металось, в Дьюти-3 цена это старая осталась. Если сравнивать, то в нашем Дьюти-3 все дешевле зарубежного. Смотри, разница до 30%. Поспеши купить, воспользуйся моментом. Лыжи, снегоходы, баня, рыбалка и шашлык. Недорогой отдых в Волынском районе на базе «Гостиный дом». Пронируйте 32-38-70. Нужна кровля или профиль? Обращайся в полипрофиль. Телефон 4374-74. Продажа квартир по федеральной программе с ипотекой от 10%. Группа компаний «Аркада». Звоните 3047-00. Успей купить квартиру в самом центре Саратова до повышения цен. Напрямую от застройщика компании «Ум-24». Звоните 3939-50. Аптека.ру. Проверьте цены. Сервис заказа лекарств. Салон-магазин «Премиум» приглашает мужчин оценить новую стильную коллекцию сорочек итальянского, немецкого и американского стилей. Классические повседневные и сорочки «Премиум-класса», приталенные и свободного кроя, а также рубашки с различными видами воротников. Каждый мужчина найдет то, что подходит именно ему. Салон-магазин «Премиум». Улица Чапаева, 28. Карнет и скрипка. На первый взгляд музей музыкальных инструментов со всей присущей ему душевной атмосферой. Но в отличие от музея, здесь, в джаз-баре, можно еще вкусно поужинать и послушать приятную джазовую музыку. Найти такой уютный уголок достаточно просто. Сделать пару шагов от проспекта Кирова по улице Максима Горького, прямо напротив Вильдоботе. Внутри играет изысканная джазовая музыка от лучших исполнителей. Эта коллекция собиралась на протяжении долгого времени. Вот такие треки приятно и устроить романтическое свидание и отметить корпоратив целой организации. К тому же по пятницам и субботам играет живая музыка. Качество еды и напитков в джаз-баре заслуживает твердой пятерки. А это 80 блюд европейской, русской и японской кухни, среди которых морской гребешок на гриле и мидию тушеный в сливках, утиное филе под ягодным соусом и сочный розбив, шашлычок из семья и теплый шоколадный пирог в брауне. В баре представлен широкий ассортимент напитков на любой вкус. Кстати, именинникам скидка 15% и торт-подарок. В общем, джаз-бар это то место, где действительно можно отдохнуть от суеты. Приятной компании и теплой дружеской атмосфере подненавязчивую джаз-музыку. Джаз-бар, Максиму Горького, 34, телефон 261710. 261710. Квартира рядом с заповедной лесной зоной и всего в 15 минутах от самого центра города. Это не фантастика, это молодость. Совершенно новый жилой комплекс в Октябрьском ущелье от проверенного застройщика компании УМ-24. В Октябрьском ущелье строится престижный экологичный жилой комплекс. Небольшие пятиэтажные корпуса у лесопарковой зоны с фантастическим панорамным видом для достойной и благополучной жизни. Тихий уголок во Фрунденском районе, а совсем рядом одноименный спортивный комплекс «Молодость». Первый этаж дома займет цивилизованная парковка, которой хватит для всех жильцов. Предполагается огороженная территория, ухоженные газоны, детская площадка и собственная котельная. Престижные эко-квартиры в жилом комплексе «Молодость» с высотой потолков 3 метра, пластиковыми стеклопакетами, фасадным утеплением и свободной планировкой. Именно сейчас оптимальное время приобрести квартиру, ведь на начальном этапе ее стоимость наиболее привлекательна. Гарантиями своевременной сдачи могут стать репутация компании «Ум-24», регистрация договоров долевого участия в рекпалате, а также страхование каждого договора за счет застройщика в крупной страховой компании. Телефон 393950. Приобретение квартир в комплексе «Молодость» на территории Октябрьского ущелья у компании-застройщика «Ум-24». Телефон 393950. Проектная декларация на сайте ум24.ру. Взгляните, вокруг «Клондайк подлинных сокровищ» салон отделочных материалов «Клондайк». Начинается он с декоративной лепнины из полиуретана Европласт различных размеров и форм, повторяющих любой изгиб. Всевозможные гладкие и рельефные декоративные покрытия для стен из Италии, Франции и России идеально передают любую фактуру, цвет и рисунок. При выборе межкомнатных дверей оказывается, что действительно качественные двери по разумной цене – большая редкость. И эта редкость в салоне «Клондайк». Фантастический выбор межкомнатных дверей и перегородок, в том числе нестандартные размеры и окраска в любой цвет. И даже с глянцевым покрытием. Солидные двери по разумной цене. И скидка 15%. Широчайший выбор дизайнерских обоев из Европы и Америки позволит выразить любую идею дизайнера. Также целый спектр натуральных пробковых, тростниковых и бамбуковых обоев. Салон «Клондайк». Бескрайний простор интерьерных материалов для квартиры и загородного дома. Салон отделочных материалов «Клондайк». Адрес «Рахова-171-179» между Зарубина и Кутикова. Телефоны 250-760 или 27-44-27. Отделочные материалы в салоне «Клондайк». Тепло. В доме создают камин, ковры и красивые шторы. Вот за этим-то главным красивыми шторами стоит зайти в один из салонов «Текстильный центр». Еще один салон «Текстильный центр» открылся в центре заводского района на площади Орджоникидзе. Огромный ассортимент домашнего текстиля. Ковры, покрывало, полотенце, скатерти. И, разумеется, ткани для штор с качественным пошивом и эксклюзивный подход художника-дизайнера. Интересная новинка и свежие веяния – технология выжигания. Посмотрите, теперь мы можем сделать любой, даже невероятно сложный художественный рисунок практически на любой ткани. Резной рисунок на ткани придает невероятную легкость восприятия и элегантность. Сложный узор ламбрекена может повторять рисунок тюля как в данном случае или быть самостоятельным элементом. Такая технология выжигания делает штору притягательной для взора и способной удивить даже самых искушенных гостей. Данный образец вобрал в себя оттенки модерна, классицизма и в то же время ультрасовременные веяния. Такая штора станет центром интерьерной композиции благодаря яркости и выразительному контрасту красного на фоне атласного белого. Великолепные художественные идеи в сочетании с хорошими тканями и современными технологиями создают то, что впоследствии становится классикой. Поразительный выбор идей для интерьера, тканей для штор и собственная мастерская делают салоны текстильный центр оптимальным решением для тех, кто выбирает шторы для любимого дома или квартиры. Салоны текстильный центр в Энгелесе, улица Транспортная 25, в Саратове, в Ленинском районе улица Антонова 8, в центре Кутяково 94 и новый салон в Заводском районе на площади Орджоникидзе 1. Телефон 264451. Салоны текстильный центр 264451. Только в Дью-Техни с 1 по 15 декабря. Дольче Энтгабана Дольче. Парфюмерная вода женская 50 миллилитров. Всего за 2199 рублей 90 копеек. Количество товара ограничено. Лыжи, снегоходы, баня, рыбалка и шашлык. Недорогой отдых в Волынском районе на базе Гостиный дом. Бронируйте 32 38 70. Салон-магазин премиум приглашает мужчин оценить новую стильную коллекцию сорочек итальянского, немецкого и американского стилей. Классические повседневные и сорочки премиум класса, приталенные и свободного кроя, а также рубашки с различными видами воротников. Каждый мужчина найдет то, что подходит именно ему. Салон-магазин премиум. Улица Чапаева, 28. Теперь вам не нужно тратить деньги на чистую воду. Клипер БА. Проточный пулер нового поколения в вашем доме. Аптека.ру. Проверьте цены. Сервис заказа лекарств. Успей купить квартиру в самом центре Саратова до повышения цен. Напрямую от застройщика компании УМ-24. Звоните 39 39 50. А как ты встретишь Новый год? Звони 988 899. Парк-отель Вишневая гора. В Саратове открылся новый автосалон «Лада» на Соколовой горе. Всем покупателям скидки и подарки. Телефон 43 00 44.